Зелёный тип Зелёные не могут навязать чему-либо или кому-либо свою волю, если таковой воли у них нет Зелёным свойственны человеческие слабости характера, они поддаются манипуляции как посредством эмоций, так и посредством логики Развитие 99% зелёных типов развиваются по следующим стадиям, проходя их по мере роста способностей Стадия 1. Отрицание Субъект отказывается верить в свою способность изменять реальность Зелёный пытается объяснить себе самому логически, почему у него не может быть таких способностей В некоторых случаях развитие зелёного типа останавливается на этой стадии Поскольку его способности заблокировали сами себя и больше не растут Большинство же из них вступают в следующую стадию Стадия 2. Исследование Субъект осознаёт наличие у себя способностей и пытается выяснить предел своих сил В целом развитие способностей зелёного типа происходит по одному из двух сценариев Либо путём медленных, тщательных и методичных экспериментов Либо их силы увеличиваются резко и скачкообразно несколько раз В любом случае эта стадия требует времени, после чего её сменяет стадия 3. Стабильность Субъект достигает предела своих сил и выясняет, где лежат границы его способностей Зелёный тип на этой стадии полностью контролирует свои способности к формированию реальности Важно то, что они имеют возможность сознательно отказаться от применения своих способностей при необходимости Для третьей стадии характерны попытки вести нормальную жизнь Используя свои способности вдали от чужих глаз, стараясь никому при этом не навредить Таким зелёным типам может быть присвоен первый уровень контрмер Наблюдать, но не атаковать Но за ними следует вести тщательное наблюдение, поскольку имеется риск перехода на следующую стадию Стадия 4. Бог-дитя К сожалению, большая часть зелёных типов достигает этой стадии Скульпторы реальности становятся одержимы собственной силой и свободно применяют её в корыстных целях Нанося при этом ущерб другим людям На этой стадии субъект эмоционально отгораживается от других людей Склонен отрицать свою вину в чём-либо и подвержен мании величия Четвёртая стадия сопряжена с множеством опасностей Но ключевой элемент этой стадии в манипуляции другими людьми посредством способностей Подростки зелёного типа и люди среднего возраста обычно применяют свои способности в сексуальных целях Дети же стремятся сделать незнакомых людей своими друзьями Пожилые люди зелёного типа склонны манипулировать людьми ради любви и личной выгоды Имеется несколько случаев возврата зелёного типа с этой стадии на стадию 3 Но в 99% случаев зелёный тип остаётся на этой стадии, пока не будет нейтрализован По этой причине зелёные типа на этой стадии имеют пятый уровень контрмер Непосредственной угрозой подлежат немедленной нейтрализации Устранение Имеются три ключевых момента, необходимые для вступления в бой с зелёным типом Скорость Люди зелёного типа способны быстро реагировать на любую угрозу Для того, чтобы нападение было результативным, длительность операции не должна быть больше одной секунды От начала агрессивных действий до устранения цели К среднее время инстинктивная реакция человека на неожиданную угрозу или события составляет именно столько Внезапность Для зелёных типов характерна быстрая адаптация к осознаваемым ими угрозам Рекомендуется блефовать Субъекту представляется явная угроза, на которой он фокусирует внимание, а нейтрализация осуществляется с неожиданного для него направления Силовой фактор Метод устранения зелёного типа должен с достаточно высокой надёжностью умерщвлять цель с первого раза Рекомендуется выбирать снайперское оружие крупного калибра, стреляя экспансивной либо бронебойной пулей по необходимости Огнестрельное оружие рекомендуется применять, если нет возможности применять взрывчатые вещества Однако они не всегда доступны из-за риска внести сопутствующий урон Если принято решение о применении огнестрельного оружия, следует задействовать несколько стрелков, которые должны целиться в голову А при отсутствии такой возможности в корпус Пример Имена изменены из соображений безопасности Субъект Альфа Алиса была женщиной европейном возрасте 90 лет, жившей в частном доме в посёлке А, Алабама, США Внимание ГОК обратилось на Алису во время расследования событий о призраках на полях вокруг её дома Действовавшая скрытная разведгруппа установила отсутствие спектральных сущностей, подтверждением чему был нулевой уровень биоэфирной энергии Было решено провести дополнительное расследование Оперативник О.О.Оскар отправился в Алабамово с группой поддержки под видом съёмочной группы ведущего реалити-шоу «Настоящие искатели привидений» Выяснилось, что субъект Алиса жила одна в доме с двумя кошками Её муж умер три года назад, а дети жили в другом штате Алиса оказалась обаятельной и дружелюбной Охотно разговаривала с оперативниками, подкармливая их чаем и домашней выпечкой Через некоторое время О.О.С.К. установил, что наиболее вероятной причиной появления призраков является Алиса Так как они появлялись только в её отсутствии, либо в то время, когда она спала Побеседовав с ней, он установил, что она была крещена в католическую веру, но отошла от церкви, так как для её желания верить в загробную жизнь одной лишь слепой веры было недостаточно О.О.С.К. предположил, что Алиса являлась зелёным типом, не осознававшим своих сил, и оплакивала смерть своего мужа, проявляя его призрак После того, как О.О.С.К. вступил с ней в длительный философский диспут и обсудил Пари Паскаля, сила и чёткость призраков усилилась, что позволило О.О.С.К. сфотографировать появившуюся сущность Он предъявил фотографию Алисе для опознавания, и был удивлён, когда Алиса узнала на фотографии не своего мужа, а субъекта Бета Боб Молодого человека, с которым она была знакома в дни своей юности По словам Алисы, у них с Бобом был роман в начале 1940-х годов, но отношение прервал призыв Боба на Вторую мировую войну Пока шла война, Алиса познакомилась с будущим мужем рабочим на заводе, который был признан негодным к военной службе из-за травмы ноги в автомобильной аварии Через два дня после того, как Боб получил от неё письмо с отказом от обручения, он погиб в Нормандии Эмоциональная напряжённость Алисы вызывала учащение появления призраков и увеличение их интенсивности, дошедшее до материального проявления После того, как один из оперативников был ранен пулей из Люгера, командование отдало приказ о нейтрализации субъекта Оперативник Оскар запросил разрешение на функциональное поражение субъекта, ссылаясь на приоритеты второй миссии сокрытия Разрешение было дано. Неизвестно, что Оскар сказал Алисе, но он убедил её проявить призрак Боба той же ночью Алиса в первый раз проявила призрак, находясь в сознании и наблюдая его визуально После достижения эмоциональной завершённости в отношении того, что Алиса считала призраком своего бывшего возлюбленного, призраки перестали появляться Субъект умерла от естественных причин во сне через три дня Неудавшиеся скульпторы Перечень наиболее примечательных гуманоидов зелёного типа скульпторов реальности, устранённых в рамках операции ГОК и Фонда Примечание Отчёты подвергались творческой переработке сотрудникам Ряд событий и обстоятельств установлен по обрывкам информации, а иногда и вымышлен Для упрощения навигации по документу каждому скульптору присвоен численно-буквенный код SKXXYYYY XXX-буквенный код, обозначающий особенности субъекта N – незначительный уровень владения способностями R – расширенный набор способностей высокий уровень владения T – тело скульптора физически изменено M – мышление скульптора модифицировано Z – особые условия мироздания, законы заклятия, введённые скульптором O – особые нетривиальные способности YYYY – числовой номер субъектом SKNTR0091 Не знаю, есть ли другие Должны быть Но я не могу этого узнать Какая ирония – обладать такой силой И быть не в состоянии её применить дальше, чем видишь Что ж, если я не могу заглянуть дальше с помощью своей силы Я могу дать себе силу заглянуть дальше Можно сделать себя умнее, но какой ценой Я теперь вижу муху с 50 метров Слышу, как ходит кошка в соседней комнате Могу читать обычную книгу пальцами на ощупь Переделывать себя дальше я пока боюсь Постоянно приходится лечить головную боль Тело требует втрое больше еды, чем раньше А если бы не способности, мне не удалось бы заснуть Пора это исправить Но для начала надо изучить биохимию Теперь это не займёт много времени Итак, книгу мне Разведгруппа сообщила, что восприятие субъекта Быстрено до сверхчеловеческого уровня Это порождало для него определённые неудобства Но способности скульптора помогали ему справиться с ними Было принято решение об устранении При этом отвлекающая манёвра следовало проводить с учётом слабостей субъекта В 22.00 по местному времени в окно субъекта был направлен мощный прожектор Одновременно с этим была включена сигнализация всех припаркованных рядом с его домом автомобилей Субъект, чья нервная система перегружена светом и звуком, не смог заметить снайперов Оба выстрела были результативными СК-НТ-100 Другой зелёный пережил первые два покушения Он с самого начала сделал свою кожу пуленепробиваемой и укрепил мышцы Сильные мышцы потребовали хороших лёгких Прочная кожа также пропускала недостаточно кислорода Лёгкие пришлось расширить, потом расширить ещё, чтобы не слишком выделяться телосложением Пришлось уменьшить печень Для уничтожения потребовалось армейское отравляющее вещество нервно-паралитического действия Повышенная потребность субъектов в кислороде позволила обойтись сравнительно небольшими дозами Сочетание ВХ галлюциногенов и ингаляторных амнезиаков позволило отвлечь субъекта Как от боевой ситуации, так и от необходимости в подавлении интоксикации Объекты, созданные под действием галлюциногенов, были собраны и уничтожены на месте СКН-0185 Итак, как показал опыт, я бог, ну или по крайней мере полубог А если я бог, то у меня должны быть верующие Разведгруппа доложила о внезапном образовании большой группы людей, именующих себя последователями истинного бога Захват и допрос одного из адептов показал, что контакт с объектом приводит к впадению в религиозный экстаз и ощущению полной преданности объекту Сведений о численности группы получить не удалось, текущие оценки дают разброс от двух сотен до десяти тысяч последователей Новоявленный миссия купался в любви толпы Сотни людей всех возрастов и профессий сменяли друг друга в надежде исполнить любую прихоть своего нового господина Для его нейтрализации было устроено несколько ложных покушений с использованием роботов на дистанционном управлении После которых субъект начал сомневаться в своей всесильности Он начал отдаляться от людей, видев в каждом из них возможного убийца Постепенно между ним и его пастой образовалась буферная зона диаметром в 100 метров Которой хватило для авиаудара Потеря среди мирного населения минимальна СКНО-02-14 Зачем мне одна жизнь, когда я могу прожить сотни жизней? Сегодня я вселился в маленькую девочку Её мысли были так чисты и наивны В отличие от того безногого ублюдка Я постараюсь достойно прожить вместо неё Мир ей, где бы она сейчас не находилась Здесь ГОК нас опередила Всё, что у нас есть, показания, свидетели, записи С камеры фотографии страниц дневника Поведение совсем не характерное для маленькой девочки Совсем не удивляло её родителей Видимо, у скульптора хватило способностей промыть им мозги Скульптор старался прожить новое детство И не применял способности по сверстникам Возможно, он, она находился на третьей стадии И поэтому не привлекал внимания Увы, чтобы прожить детство, надо быть ребёнком Уже сформировавшаяся взрослая личность В детском теле по-другому себя вела И постепенно становилась изгоем Всё стало ещё хуже, когда наступило половое созревание Записи с камер наблюдений беззвучны Поэтому мы не знаем, что привело к такой вспышке Во время экскурсии в парке Видно только, как дети собираются вокруг неё Что-то говорят, смеются и показывают пальцы А потом, потом то, что в новостных сводках Называют многочисленные жертвы В отделение полиции поступил звонок Вскоре вокруг парка было выставлено оцепление Внутри которого находилось 4 человека Трус в теле девочки-подростка Два снайпера и один ГОК Мы решили не вмешиваться в этом плане Наши намерения совпадали К чему было ссориться В оптический прицел снайпер видел беседку Видел, как в углу беседки сжался скульптор Не сумевший прожить второе детство Видел, как невысокая полноватая женщина Медленно подходит к девочке и говорит с ней Обнимает её, прижимает к себе Похоже, её водолазка была чем-то пропитана Так как девочка уткнулась в лицом грудь Агента ГОКа обмякла Затем три инъекции одна за другой Официальная версия событий Взрыв террориста-смертника СКРО-0850 Значит, это правда Я действительно обладаю сверхчеловеческой силой И могу менять мир вокруг себя Так, как мне угодно Но как мне распорядиться этой силой? Стать чем-то вроде супергероя? Спасать жизни и мир? И служить человечеством? Или же вернуть его в пучину хаоса, боли и крови? Что же мне делать? А что, если я не один обладаю такими способностями? Может быть, есть и другие люди? Если так, то они могут мне помешать Они мои враги Я должен найти и уничтожить их всех Чтобы они не уничтожили меня Остаться должен только один Скульптор быстро осознал, что может менять лишь то, что способен воспринять Но это его не остановило Вскоре он изменил карманное зеркало Превратив его в прибор по поиску других зеленых И принялся за дело Три скульптора, на чьи след вышла ГОК Были уничтожены явно с применением сверхъестественных сил В третий раз противники оказались достойны И оперативники коалиции могли наблюдать разрушительный поединок двух зеленых Тем не менее, захватить победителя не удалось Он телепортировался в неизвестном направлении Но теперь его знали в лицо И этого было достаточно Немного покопались в базе данных И теперь мы знали о нем все Трое суток слежения И мы выяснили, что он держит ясновидящее зеркало в сейфе Когда скульптор отправился на новое убийство Сейф был взломан и заминирован Взрыв стал для него неприятным сюрпризом И последним СК-РЗ-1900 Узнав, что мои возможности превосходят человеческое разумение Я удалился на природу Подальше от людей И принялся экспериментировать Теперь я вижу Я могу все Законы физики? Долой Законы реальности? Тоже Моя власть безгранична Но это и опасно Кто знает, кому это не понравится И какими возможностями он обладает Итак, теперь я даю четкий приказ Никто и ничего не может причинить мне вред против моей воли Поначалу тихий и скрытный, неуязвимый скульптор В полной мере осознав свое теперешнее всемогущество Стал все чаще вторгаться в размеренную жизнь планеты Человеческие слабости не позволили ему уйти в отшельники Скульптор в конце концов захотел власти над простыми смертными Мы интересовались его мотивациями в последнюю очередь Чем чаще он менял реальность, тем опаснее становились эти вмешательства Тем больше людей страдало Наше лучшее оружие, наши самые сильные мем-агенты И даже помощь других зеленых все было бесполезно Но скульптор сам вырвал себе яму Не нуждаясь в какой-либо дополнительной защите Он перестал быть осторожным Казалось, совсем утратил способность бояться Ведь ничего не могло причинить ему вред Мы, оттолкнувшись от этой концепции, разработали план Лучшие ученые, работавшие на нас, прекрасно справились с поставленной задачей Скульптор, не встречая никакого серьезного сопротивления, все чаще выглядел меланхоличным Спустя какие-то несколько месяцев после начала перестройки мира Ему чертовски надоела эта работа Все было слишком просто, слишком достижимо Тогда скульптор начал предаваться сомнительным развлечениям И тут вышли мы Мы предложили ему возможность испытать давно забытое чувство Чувство опасности Боль и адреналин Конечно, сказали мы ему Мы не можем воспользоваться этим для убийства Но он, похоже, и без этого согласился бы Разработанный нами мимагент Позволил ему получать гораздо больше положительных эмоций От, пожалуй, слова мазохизм Не передает того точного смысла Нового увлечения неуязвимого скульптора В конце концов, он настолько пристрастился к боли Что постепенно, добавляя к своей защите исключений из правил Фактически отменил ее совсем Когда его атаковали всерьез, он даже не подумал предпринять какие-либо попытки обороняться СК-РО-15-19 Ух ты! Да я это умею! А если попробовать искажать пространство? Всегда хотел посмотреть на четырехмерный мир Вот это да! Отсюда вся планета, как на ладони И снаружи, и внутри Как будто разглядываю картину или чертеж Даже могу вносить в него изменения Как мне больше нравится А другие люди из своей трехмерной миски Кроме моей тени ничего и не заметят Даже если я не буду переноситься в любую точку планеты за секунду А просто встану и прикажу им меня найти Начну-ка я с надиктовывания нескольким избранным основ новой религии Мы терялись в догадках Во многих событиях чувствовалась незримая рука скульптора реальности Но обнаружить его мы были не в силах Насаждаемая сверхчеловеком религия понемногу укоренялась в разных концах света А необъяснимые, казалось бы, события укрепляли позиции ее божества Невидимого и необнаружимого Похоже, что скульптор работал из другого пространства И тогда мы решились Мы активировали генератор невероятности И посадили лучших ученых за ноутбуки На следующий день мы имели простую Проработанную математическую схему Выхода в четырехмерное пространство Еще месяц мы тренировали одну из МОК На работу в новых условиях Дважды мы теряли одного из членов Похоже, скульптору не понравилось вторжение в святая святых Но, наконец, мы были полностью готовы Почти полностью Даже находясь в одном с ним пространстве Мы не имели таких преимуществ И тут один из наших ученых заметил маленькую лазейку в формулах Развил концепцию И на нашей ладони лежало пять измерений Не ожидавший этого, зеленый был свергнут собственным оружием Из более сложного слоя реальности А потом мы нашпиговали амнезиаками МОК, Тетраскат и ученых А доступ к файлам четвертое измерение и пятое измерение Оставили только для О5 Опасно оставлять такое в открытом доступе СК-РЗ-1914 Невероятно Вселенная всего-навсего пластилин Пластилин для меня Я могу делать с ней все, все что угодно Могу менять свойства материи Могу менять физические константы там, где я нахожусь Могу, блин, привязать к кошке на спину бутерброд маслом вверх И отпустить И эта хрень в воздухе зависнет Но если об этом кто-нибудь узнает Могут быть неприятности Впрочем, почему бы мне не узнавать сразу О каждом, кто узнает о моих способностях А там можно быть стереть ему память И стереть его самого Или превратить в своего раба И вообще все что угодно Вы узнали мою тайну Я уже знаю о вас все Данный отчет рекомендуется к прочтению всем Кто участвует в уничтожении зеленых типов К сожалению, не все удалось задокументировать Однако эти записи помогут вам намного лучше осознать то, на что способны скульпторы О5 1318 Разведка фонда узнает о скульпторе В тот же момент скульптор узнает о существовании фонда И содержащихся в нем объектах Попытки уничтожения скульптора приводят к гибели всех мог Охранников и большей части исследовательского персонала Весь руководящий состав фонда оказывается в подчиненном воле скульптора 1744 Происходит событие класса ТСФ В отсутствии надлежащих условий Содержание все объекты класса Кетра вырываются на свободу 1745 Большая часть вырвавшихся объектов уничтожена скульптором Все нанесенные ими повреждения восстановлены 1968 Зафиксировано начало конца света класса ФК Спонтанные перемещения и появление уже уничтоженных, а также новых SCP 1917 SCP-735 появляется рядом со скульптором и начинает отвлекать его Потери контроля над ситуацией Большую часть времени скульптор проводит в попытках уничтожить SCP-735 Из-за искажения пространства объект вновь и вновь появляется рядом со скульптором 1745 Скульптор поворачивает время назад в надежде остановить искажение времени и пространства, вызванного объектами SCP 1924 Провал Скульптор пытается использовать знания администраторов фонда для предотвращения конца света Все высказанные предложения скульптор отвергает 1744 Повторный откат времени 1840 Начало конца света класса ЗК Любые попытки скульптора изменить реальность лишь ускоряют приближение конца света 1859 До конца света класса ЗК остается 10 секунд Скульптор принимает предложение О5-06 и поворачивает время назад на тот момент, когда он еще не подозревал о своих способностях Согласно договору между О5-06 и скульптором, фонд должен найти и уничтожить скульптора сразу после перехода во времени 0508 Скульптор уничтожен во время сна в собственном доме Начата разработка проекта Парабеллом Комплекса инструкций и мемагентов для нейтрализации способностей, подобных тем, что получил данный скульптор Парабеллом успешно внедрен На данный момент любая передача информации о фонде от сотрудников к скульпторам блокирована СК-РЗ-1862 Со мной происходят странные вещи Очень странные По-моему, кто-то очень хочет, чтобы я жил Судите сами Когда мне было 10, меня чуть не сбила машина Да, она почти врезалась в меня, но вдруг просто исчезла Потом, когда мне было 15, на меня напал какой-то придурок с ножом Как только он попытался меня ударить, он просто исчез Однажды, оказавшись в крайне неблагополучном районе своего города, я попал в перестрелку между двумя бандами Они вместе, сраные ублюдки, решили убрать лишнего свидетеля В меня могло попасть 9 пуль Я видел их, как будто в замедленном движении Однако, не долетев до меня и метра, пули и те, кто стрелял, просто исчезли И таких случаев были сотни Я как будто притягиваю всяких отбросов, чтобы они нападали на меня А потом просто исчезали Эй, а может я и был рожден для этого? Я как приманка для всякого рода швали Эй, да я прямо как один из тех супергероев из комиксов С этого дня любой, кто попробует навредить мне, будет стерт Мне плевать, оскорбишь ты меня, ударишь или попробуешь убить Ты не причинишь мне вреда, ты просто исчезнешь, как и все до тебя Сложно не заметить человека, вокруг которого постоянно кто-то исчезает Наблюдение длилось несколько месяцев Прежде чем мельчайшие детали создали единую картину Похоже, что этот скульптор оградил себя от негативного воздействия Его нельзя было ударить, нельзя было обидеть Да чего уж там, его даже тортом угостить нельзя, если вы знаете, что вкус ему не понравится Но было одно но, нужно было так или иначе осознавать вред, причиняемый нашим действием Дело оставалось за малым, устранение не являлось сложной задачей Нашелся ей исполнитель, совсем молодая дочь одного сотрудника и чемпионка штата по стрельбе Ей рассказали о нескольких зеленых, внушили, что их жизнь несла им лишь мучения Фонд бывает весьма убедительным Настолько убедительным, что при нажатии на курок у нее не возникло ни тени сомнений в благодеятельности своего поступка СК НЗ 2000 Меня никто никогда не любил Родителям было противно само мое существование Сверхсникам не нравился мой вид Мое поведение, мои поступки Любое мое начинание вызывало лишнее одобрение Теперь у меня есть власть над всем, о чем я могу подумать Я могу исполнить любое свое желание Жаль, что эта сила не может подарить мне любовь окружающих Или может? Да, если я это могу, то пусть будет так Чтобы меня все любили Любое мое действие теперь бы встречать только одобрение Мною будут восхищаться и меня наконец будут ценить Ни у кого теперь не будет повода желать мне зла Теперь я буду любим Теперь я никогда не буду одинок Когда мы выяснили о скульпторе, владеющем безграничной симпатии окружающих, мы даже не встревожились Не он первый, не он последний К сожалению, доктор Клев в это время был на задании И воспользоваться его профессиональной помощью мы не могли Мы просто нашли одного из соратников Зеленого Вошли к нему в доверие И спустя некоторое время попросили передать объекту посылку Когда скульптор распаковал ее, то обнаружил коробку с тортом Рисунок, мем-агент, украшавший крышку, лишал его всякой осторожности Внушал беспечность и голод Торт был без промедления съеден Яд подействовал мгновенно СК Р-2007 Господа и дамы, прошу тишины Итак, позвольте поприветствовать вас всех в Лиге изменяющих реальность О, какой сразу гомон Так, хорошо, поднимите руки те, кто уже осознал, что может изменять мир своей волей Ага, хорошо, больше половины Кто открыл в себе сверхъестественные способности? Лес рук Ладно, кто вообще не понимает, что здесь происходит? Все остальные Немного Что, считаешь, что мы тут комедию ломаем? Так вот, человек, у тебя есть дар И мы его разовьем, понятно? Ох, а ты бы поверил Да, знаю, падать на потолок это больно и необычно Простенькая махинация с гравитацией Как слезть? А вот ты поверь, что ты скульптор реальности И просто покинь этот долбанный потолок Да, зачем в полу-то застревать? Вытащите его кто-нибудь, а потом скажите Итак, мы изменяем реальность С этим ясно Но представьте, это не гарантирует нам безопасность Да, не гарантирует Один мой знакомый хакер, которым я немножко помог, раздобыл целую кипу дел На то, как устраняли нам подобных Потому здесь, в защищенном месте Вы не только научитесь контролировать силу Вы научитесь сохранить в свою жизни секретность И да, не вздумайте никому ничего рассказывать Если это не потенциальный член лиги Иначе, гарантирую, хреново будет обоим После череды необъяснимых пропаж наших агентов в разных частях света А также взлома базы данных Мы провели тщательный анализ ситуации Все указывало на то, что здесь не обошлось без зеленых Датчики, следящие за состоянием Земли Периодически показывали кратковременные изменения в гравитации Беспричинные скачки температуры и прочее в таком духе И как раз там, где пропадали люди Мы предприняли все возможные меры предосторожности Используя МОК Омикрон-55 невидимок Чтобы узнать, в чем дело Проследив за одной молодой зеленой Невидимки выяснили, что она брала уроки управления своими силами У более опытных скульпторов Очень скоро мы узнали о так называемой Лиге изменяющих реальность План устранения был прост Сыграть на человеческих слабостях Как мы делали множество раз до этого Для начала мы разобрались с иерархией членов Лиги Как и в любом людском социуме Здесь были авторитеты, начальники и подчиненные С той лишь разницей, что все они были равны Одна абсолютная власть над мирозданием Не могла быть сильнее другой Пока члены Лиги не начали активно вмешиваться в дела простых смертных Невидимки распространяли среди зеленой молодежи Идеи о том, что они могут в любой момент устроить переворот И стать во главе этой организации У молодых зеленых фантазия была лучше, чем у бывалых И в конце концов они устранили друг друга собственными силами Нам оставалось лишь использовать неопытность нескольких оставшихся емель Чтобы от Лиги изменяющих реальность осталось одно лишь воспоминание Мощнейшая сила на земле была уничтожена с поразительной легкостью Не успев ничего натворить Слышь, а это что за омикрон 55? Не помню никого с таким названием Похоже на название опергруппы Что похоже? Не знаю, отстань СК РТМ 2468 Люди Самодовольные, тупые и ограниченные существа Не могут себя сдерживать Ведутся на любую провокацию В мозгах хаоса и низмен инстинкта При этом считают себя венцом творения Мне стыдно быть одним из вас Теперь, когда у меня открылся дар, я могу стать на ступень выше Я оптимизирую свой мозг, свое сознание И избавлюсь от всего, что мешает разуму Контроль над эмоциями Теперь примитивные инстинкты не затмят мой рассудок А навязчивая песенка не вытеснит стоящие мысли Сами эмоции, пожалуй, оставлю Без них мир будет скучнее Мысли привести в порядок Ясность ума поможет понять, что еще мне нужно Теперь память, как на компьютере Легкий доступ к любому воспоминанию Которое понадобится Инстинкты под контроль Реакцию улучшить Легче увернуться от пули, чем выдержать попадание Пожалуй, пригодится и бессмертие Такому мозгу не к лицу стареть Хорошо быть всемогущим Пару дней буду привыкать к новым качествам А потом поэкспериментирую с органами чувств А потом с чем-то еще Мои эксперименты принесли пользу Теперь я вижу, какие возможности открыты перед человеком И насколько больше их открыты передо мной И я обязан их реализовать Человечеству мне теперь неинтересно Последний месяц я уже не ассоциирую себя с людьми Муравей, чудом развивший свой разум до уровня человека Не захочет завоевывать для себя тот муравейник Который когда-то был ему домом Не сможет он и поднять своих бывших соплеменников до своего уровня Их разум будет не в состоянии понять его Надеюсь, что человечество тоже когда-нибудь этого достигнет А сейчас время заняться делом Прощайте СК РО 2851 Надоело все Надоели бандит в спортивных костюмах И бандитов в костюмах от Версача Надоела грязь, которая ходит И та, которая липнет к обуви К счастью, у меня есть возможность это исправить Мне даже не нужно знать, как выглядит человек Я могу найти его Заглянуть к нему в душу и проверить И мое наказание будет неотвратимо Синегами не придет, если я сам того не захочу Но стоит оградить себя от опасностей Во-первых, я не буду никому говорить о своем даре Во-вторых, я не буду действовать поспешно В-третьих, я не буду стараться встать на место тех, кого устраняю Иначе мне когда-нибудь придется ударить своими способностями по себе самому И в-четвертых, постараюсь, чтобы в моих действиях не прослеживалась система Поначалу никто не придал этому значения Первыми забеспокоились сотрудники пеницитарных учреждений Взросла смертность заключенных от несчастных случаев Самоубийство редких болезней Затем наступил черед преступников, находящихся в международном розыске Погибали даже те, чья вина была не доказана Внимание организации эти странности привлекли, когда в зоне встать при странных обстоятельствах погибло несколько сотрудников класса D У одного из них произошло кровоизлияние в мозг Прямо во время одного из экспериментов произошло нарушение условий содержания Результаты первичного расследования позволили предположить, что в деле замешан скульптор При этом в мотивах и методах убийств было замечено немало сходств таковым у героя известного аниме-сериала Очевидно, скульптор вдохновлялся именно им Стандартные процедуры обнаружения оказались бессильны Убийца оказался умнее и умело заметал следы Он делал все, чтобы в его действиях не прослеживалось никакой логики и последовательности Смертность тягала преступников в разных городах в разное время суток разными путями Неизменно было одно Скульптору, возомнившему себя Кирой, становилась известна о злодеях и тот погибал Без вариантов План, предложенный одним из агентов, вызывал много споров Но в конечном итоге был утвержден Для его исполнения был выбран Дэй, мужчина, след приговоренный к смертной казни за убийство в общей сложности 12 человек Вся информация об этом серийном убийце была удалена из всех баз данных А людям, контактировавшим с ним, были введены амнезиаки Документальный процесс перестал существовать А после пластической операции шансы того, что его кто-то узнает, были сведены к нулю То, что потребовалось от Дэя, шокировало даже его самого Но мы пригрозили ему, что он будет устранен в случае неповиновения Для чего это делается, ему сообщено не было Помимо инструкции, Дэя был снабжен взрывным устройством, которое сработало бы в случае малейшего неповиновения После всех необходимых приготовлений, Дэя был высажен в городе Жестокость совершенных убийств поразила даже видавших виды детективов и специалистов Сильнее этой жестокости ужасала только неуловимость убийцы Даже после пяти найденных жертв и восьми предполагаемых у полиции не было сведений даже о половой принадлежности убийцы Все потому, что каждое совершаемое Дэя убийство до мелочей просчитывалось сотрудниками организации А жертва выбиралась заранее Полицейских, сотрудников спецслужб и частных детективов умело отводили в сторону при помощи дезинформации и давления со стороны начальства Для предполагаемого Кира на телах жертв оставлялись на первый взгляд бессмысленные записки Полиции эти сведения ничего дать не могли Но скульптуру не составило бы труда понять их содержание Расчет оправдался Скульптор лично прибыл в город, чтобы найти убийцу Это было установлено по возросшему числу смертей преступников при странных обстоятельствах Вскоре Кира вышел на след убийцы На теле последней жертвы, для него, было оставлено сообщение с адресом, где уже была подготовлена засада Дэя получил приказ во время встречи со скульптором думать только об убийствах, которые он совершил Прибывший Кира встретился с убийцей во дворе заброшенной фабрики и убил Дэя С помощью сердечного приступа, вскоре после того, как тот сообщил ему, что он и есть тот самый маньяк В датчике показатели жизнедеятельности констатировали смерть Дэя И это стало сигналом для снайпера Прогремел выстрел, и скульптор упал на воздействие с простреленной головой Все прошло по плану Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...